Роберт Артур. Рассказы. Колесо времени. Колокольчик из розового хрусталя. Роберт Артур. Колесо времени. Пер. И.Боданова. В то чудесное воскресное июльское утро Джереми Джупитер позвонил мне и предложил поехать куда-нибудь за город. Похоже, в тот день я собирался покончить жизнь самоубийством, иначе чем можно объяснить мое согласие. 1У Джереми Джупитера куча денег и вечный зуд ставить на мне свои научные эксперименты. 2Видимо, я поверил, что он и в самом деле хочет прогуляться за город, чтобы отдохнуть и со вкусом попировать на природе. 8Я предупредил его, однако, что мне совершенно необходимо вернуться в Нью-Йорк к вечеру, 5так как я договорился встретиться и пообедать с одним приезжим редактором. 2В понедельник ему предстояло вернуться в Чикаго. 0Он хотел приобрести одну вещицу, за которую я рассчитывал получить не менее тысячи долларов, 9и поэтому я ждал этого обеда с большим нетерпением. 9Джереми пообещал, что мы вернемся точно к назначенному часу, добавил, что заедет за мной через часок, и повесил трубку. 0Легкий фланелевый костюм и отменный аппетит, вот, пожалуй, и все, что мне понадобится. 9Ровно через час я услышал, как он просигналил, и выскочил наружу. 0И тут же остановился в изумлении. 3Потому что Джереми приехал не в своей легковой машине марки У-16, как обычно, нет, 9он сидел за рулем закрытого фургончика. 9Я сразу почуял неладное. 9- Лусиус, – сладко пропел Джереми. 9На его пухлом розовом личике за толстыми стеклами очков в роговой оправе радостно поблескивали голубые глаза. 9- Как я рад, что ты едешь! 9Какой денек, а? 6Мы отлично проведем время! 9Он как-то странно произнес слово «время» и загоготал при этом. 9Я залез в машину, уселся рядом с ним и хмуро уставился на него. 9- Джереми, – суровым тоном сказал я, – можешь мне объяснить, с каких пор ты стал водителем грузового автомобиля? 9- Э, видишь ли, – смущенно хмыкнул он, – у меня тут гости, и я подумал, что в фургоне им будет, наверное, лучше. 9Во всяком случае, никто не станет на них глазеть, разинув рот. 9- Гости? 1- Я круто развернулся и заглянул в окошечко. 1В глубине машины моему взору предстали три огромных шимпанзе, одетые как люди и с очками на носу. 8Они висели вниз головой, уцепившись ногами за крючки, укрепленные на потолке фургона, 9а перед ними на полу лежали раскрытые тома британской экциклопедии. 9- Джереми! – взорвался я. 2- Не надо так кричать, Лусиус, – укоризненно проговорил он. 9- Успокойся, они вовсе не читают. 9Это их обычный трюк. 1Между страницами проложены тонкие листики печенья. 9Они перелистывают страницы и отправляют печенье в рот. 9При этом они облизывают пальцы, и создается впечатление, будто они углублены в серьезное чтение. 9- Ха, – с силой выдохнул я, – Ха! 5Можно бы отпустить словцой покрепче. 1Но я не стану этого делать, если только ты объяснишь, почему мы едем на пикник с тремя шимпанзе, 9которые висят вниз головой и читают энциклопедию. 9И для кого эти три велосипеда, красный, золотой и серебряный? 9- Велосипеды тоже участвуют в представлении, – нежно проворковал Джереми. 9- Шимпанзе описывают на машинах круги и при этом читают энциклопедию. 9- Джереми, – голос мой упал до шепота. 9- А для чего, черт подери, здесь эти барабаны? 0Они тоже участвуют в представлении? 9- Ну да, – с готовностью согласился он. 8- Барабаны закрепляются на руле велосипеда, а шимпанзе катаются по сцене, я откупил их у хозяина цирка, бьют барабаны, 9читают энциклопедию и швыряют апельсиной в публику. 8После такого заявления я потерял дар речи на целых полчаса. 7Теперь наша машина катила уже по противоположному берегу реки Гудзон в штате Нью-Джерси. 9- Итак, – проговорил я, – ты приволок этих трех шимпанзе, чтобы помочь нам убить время и развлечься. 3- Я не могу привлекать нас на отдыхе. 4- Верно я тебя понял, Джереми? 4Мой толстенький спутник покачал головой. 0- Нет, это не так, Лусиус, – пропищал он. 7- Им предстоит сыграть очень важную роль в научном эксперименте эпохального значения. 9Провизии, которую я захватил с собой, послужат для праздника науки, Лусиус – для пиршества разума, 9а вовсе не для утоления телесного голода. 9Я издал какой-то булькающий звук и совершенный обмяк на сиденье. 1- Нет, – еле вымолвил я. 9- Нет, я не стану помогать тебе. 9- Я это предвидел, – мой кругленький друг печально вздохнул. 1- Поэтому ты решил взять с собой шимпанзе… это, прекрасно выдрессированные толковые животные. 9Они будут моими единственными ассистентами в том грандиозном, не имеющем прецедента подвиге, который я намерен совершить. 9- Что… 5Мне даже стало страшно… 9Что это будет за эксперимент, Джереми? 9- Я намерен изменить временный ритм нашей Вселенной, – торжественно произнес он. 9Что и говорить, Джереми по мелочам не разменивается. 9Если ему взбредет в голову заниматься проблемами пространства-времени, 1он попросту устроит короткое замыкание Вселенной. 1И если сейчас он решил, что временем можно поиграть, как чудесной игрушкой от науки, 1то он не остановится перед тем, чтобы вмешаться во временный ритм всей Вселенной. 9- Джереми, – еле слышно прошептал я, – выпусти меня из машины. 9Я пойду домой пешком. 1- А мы уже доехали, – промолвил он. 1- Здесь мы и остановимся. 9Мы находились на самой середине большой зеленой лужайки, на краю которой возвышался огромный дуб. 9Метрах в ста от нас тянулась цепь острых каменистых уступов, сбегавших вниз, к голубой ленте Гудзона. 9По другую сторону вдаль волнами уходило поле. 9Я заметил, однако, что на нашей лужайке было несколько поросших травой холмиков, 1причем один из них явно пытались недавно раскопать. 9Джереми поставил машину на равном удалении от дерева и от холмиков, 5после чего спрыгнул на землю и побежал открывать заднюю дверку фургона. 4- Ко мне, Лусиус! – крикнул он. 4- Требуется твоя помощь. 5Молодчина, король. 6Привет, прекрасная дама. 4Вылезай, Джокер. 9Давайте сюда книги, ребята. 1Прыгайте вниз и можете поиграть на травке. 6Сейчас будем пировать. 1Шимпанзи-кубарем посыпались вниз, а при слове 2пировать, начали радостно кувыркаться на траве. 9Знали бы они, что их ожидает. 9У самого большого шимпанзи была массивная голова с короткой сидеющей бородкой. 1Он выглядел очень импозантно в красивом индейском костюме, расшитом бисером по манжетам и карманам. 1Время от времени он отрывал бусинку и с задумчивым видом отправлял ее в рот. 1А потом как ни в чем не бывало начинал прыгать и кувыркаться. 8Шимпанзи по кличке дама была одета в женский индейский наряд юбочку и кофточку. 9Маленький шимпанзенок, как пояснил мне мой приятель, был их сынишкой, почему его и звали Джокером, 9а полное его имя было Джек Джокер. 9На нем были шелковые трусики, как у акробатов, и яркая майка с изображением американского орла. 9Он прыгал и скакал вокруг своих родителей, а мы с Джереми Пыхти разгружали машину. 9Выкатили на траву небольшие велосипеды несколько облегченной конструкции, красный, золотой и серебряный. 9Велосипеды были с прицепом, а в прицепах валялись какие-то блестящие предметы, 1очень похожие на гигантские таблетки от печеночных колик. 9Джереми передал мне из машины барабаны, на каждом из которых был запечатлен портрет его владельца. 9При виде барабанов король, дама и Джокер ужасно обрадовались и стали проявлять признаки нетерпения, но Джереми прогнал их. 9- Играйте, ребята, – сказал он. 8- Сначала надо поесть. 9Барабаны никуда не денутся. 2Толи на них подействовал звук его голоса, то ли потому, что он начал вытаскивать огромных размеров корзину-холодильник, 0но шимпанзе откатились в сторону и принялись играть в пятнашки и громко тараторить. 9Джереми передал мне корзину и спрыгнул на землю. 9Я потащил ее в тень, а он трусил рядом, плотоядно потирая руки. 9- Угу, – промычал он, заглядывая в корзину. 1- Почему бы нам и не перекусить немножко? 9Глядишь, у тебя тоже поднимется настроение, Лусиус. 8Громко чавкая, он шлепнулся на траву и швырнул по кулечку земляных орехов своим подопечным. 9Те в восторге взлетели на ветки дуба и принялись щелкать орешки и запускать в меня скорлупой. 9Я жевал заливно и с дичь и мысленно проклинал неизменные инстинкты, которые втравили меня в эту авантюру. 9- Итак, Лусиус, – удовлетворенно проговорил Джереми, облизывая пальцы. 5- Пора, пожалуй, объяснить тебе в общих чертах, что я собираюсь делать. 8Прежде всего, время есть не что иное, как ритмические колебания… 9- А ты откуда знаешь? – в упор спросил я. 2- Я вывел это путем логических выкладок… 9- Сообщил он, вонзая зубу в андюшачью ножку. 5- Абсолютно все в природе подчиняется определенному ритму. 0Смена времен года, движение светил, рождение, жизнь, световые волны, радиоволны, электрические импульсы, 9перемещение молекул словом… 9Все. 0Все движется согласно строгому, четкому ритму. 0И я решил, коль скоро Вселенная зиждется на принципе ритма, у времени тоже должен быть свой ритм. 0Просто это никому раньше не приходило в голову. 0- Ну а тебе пришло, – сказал я, доставая бутылку Мозельского из корзины. 2- И что это тебе даст? 0- А вот что, Лусиус! – выпалил Джереми. 0- В любой ритм можно ввести поправки, если правильно применять контритм? 0Я открыл рот, но забыл положить в него кусок. 0- И я хочу надеяться, – мягко добавил Джереми, – что, хотя ты всю свою жизнь только и делаешь, 9что вертишь клешкой для гольфа, размахиваешь теннисной ракеткой или крикетными молоточками, 0а в оставшееся время кропаешь какие-то писульки в оправдании своего безделья, 6ты все-таки имеешь какое-то элементарное представление о физических законах. 0Я хочу верить, что ты слышал об экспериментах, при которых в результате взаимодействия двух световых волн определенной 2длины возникает тьма. 0Или о том, что столкновение двух звуковых колебаний определенной высоты порождает абсолютное безмолвие. 9- Ну да, – согласно кивнул я, – конечно, я об этом знаю. 8Но при чем здесь время? 9- Точнее, временный ритм, – сказал он. 8- Эффект временного ритма Джереми Джупитера, под таким названием он будет известен грядущим поколениям. 8Вообще-то говоря, это предельно просто. 6Если можно, введя помехи, приостановить свет и вызвать тьму, введя помехи, приостановить звук и вызвать безмолвие. 9Почему же нельзя, введя помехи, приостановить настоящее время и вызвать прошлое? 9Для этого мы и приехали сюда. 1Я намерен представить неким ныне живущим людям, именующим себя исследователями, неопровержимые доказательства, 9которые заставят их всерьез отнестись к монографии на эту тему, над которой я сейчас работаю. 9Глаза его горели. 1Джереми Джупитеру не раз случилось сражаться со своими собратьями по науке, 9но никому из них еще не удавалось положить его на лопатки. 1- Даже если продемонстрировать перед ними соответствующий опыт, Лусиус, – пояснил он, – они ни за что не поверят. 9Вот я и решил ввести помехи во временный ритм настоящего, вызвать к жизни прошлое и представить такие доказательства, 9которые не посмеет оспаривать самый тупоголовый скептик. 9Он налил себе полный бокал Мозельского и с наслаждением осушил его. 5К этому времени обезьяны успели прикончить свои орешки, и Джупитер метнул им по бутылочке лимонада. 9С громким бульканьем шимпанзе мгновенно его выпили. 9- Вот тут-то и пригодятся король, дама и Джокер, – продолжал Джереми. 8- Я же знал, что ты заупрямишься, Лусиус. 9А эти ребята отлично справятся с поставленной задачей, не проявляя при этом никакого недоверия. 8Я, видишь ли, прихватил с собой несколько капсул времени… 9- Капсул времени? 0- Ну да, пользуйся общедоступной терминологией. 8Сейчас я тебе покажу. 9Из одного из своих обширных карманов, 1он извлек металлический предмет величиной с кулак. 9Сделан он был, по-видимому, из платины, очень уж был тяжелый. 9Это был цельный кусок, во всяком случае, в нем не было ни крышки, ни отверстия. 9На полированной поверхности крупными печатными буквами были выгравированы следующее слово, 9- Капсула времени Джереми Джупитера. 9Год 1965 от Р. Х. Расплавьте левый кончик и вскройте. 9- Внутри находятся три микрофильма. 9В первом, один из номеров газеты, Нью-Йорк Таймс, – пояснил Джереми. 9- Во втором моя автобиография и список основных научных трудов. 9В третьем мое заявление о том, что я намерен незамедлительно обнародовать свои открытия касательно эффекта ритма времени 9Джереми Джупитера. 9Кроме того, там находятся крохотные крупинки радио. 9- Но как же… 9- Видишь те холмики? 9- Джереми вытянул вперед руку. 9- Совсем недавно было установлено, что это насыпные надгрыбья древнейших примитивных цивилизаций. 1Как показали археологические раскопки, некогда здесь проходила морская береговая полоса. 9В этом слое скрыто множество различных костей. 9Раскопки пока еще в начальной стадии. 9В ближайшее время всю эту полянку основательно перетряхнут в поисках ископаемых останков прошлого. 9И среди найденных предметов, Лусиус, обнаружит одну, а может и не одну, капсулу времени Джереми Джупитера. 9Ну как, здорово! 5Он весь светился от счастья, меня же просто затрясло от злости. 9- Вот как! 9- гневно выкрикнул я. 1- Ты хочешь зарыть здесь свои так называемые капсулы, чтобы археологи нашли их на следующей неделе или в следующем месяце? 9Так, да? 9Пухлая розовая личка Джереми затуманилась печалью. 9- Лусиус, – сказал он со вздохом, – порой ты приводишь меня в полное отчаяние. 9Конечно же, нет. 9На этом месте я намерен создать помехи ритму времени. 9И тогда обезьяны вместе с моими капсулами, ты же отказался в этом участвовать, 5войдут туда и заложат там эти капсулы миллионы лет назад. 9Он выжидающе уставился на меня. 5- Теперь ты понял, Лусиус. 7Мои капсулы попадут туда миллионы лет назад, они попросту пролежат под этой поляной все это время. 9И археологи, раскапывая пласты, сложившиеся в доисторические времена, обнаружат по крайней мере одну из капсул. 9По полураспаду ради и сумеют точно вычислить, сколько они пролежали, дожидаясь своего часа, и тогда… 8О господи, Лусиус, глотни вина скорее. 6Я выпил и почувствовал себя лучше. 0Но спорить с ним у меня еще не было сил. 9- Мне этого не понять, Джереми, – устало сказал я. 3- Пусть будет так. 4Я верю тебе на слово. 1Ты хочешь вести помехи в ритм времени, превратив день сегодняшний в день вчерашний минус один миллион лет. 1Но почему вчерашний? 1Почему не завтрашний? 1Почему бы нам не заглянуть заодно и в будущее? 1Джереми сложил пухлые ладошки и слегка выпятил толстые губки. 1- Мне так понятно, почему ты спрашиваешь именно об этом, – с нежностью проворковал он. 9- Я и сам не раз задавал себе этот вопрос в самом начале, когда меня осенило. 5Нет, это невозможно. 1Я логически вычислил эту невозможность и совершенно выбросил эту мысль из головы. 9Будущее еще не наступило, и я не могу в него проникнуть. 9А теперь, за дело. 9Он поднялся на ноги и быстро зашагал к фургончику. 9Я пошел следом. 9Общими усилиями мы вытащили из-под брезента тяжеленную аппаратуру и установили ее прямо на траве. 9Пока мы этим занимались, обезьяны слезли с дерева, что-то схватили и взволнованно затараторили. 9Издалека я не мог разобрать, чем они заняты. 9В руках у моего приятеля оказался большой квадратный ящик, напомнивший мне телевизоры моей юности. 9На передней панели были такие же ручки управления, а когда он приподнял крышку, 9я увидел ряды каких-то трубок и вращающийся барабан. 9В центре панели было что-то вроде динамика. 9Из задней стенки тянулся шнур со стальным наконечником. 9Джереми воткнул его в землю в нескольких футах от громоздкого ящика. 9Это заземление, – пояснил он. 9- Можно начать предварительное испытание моего резонатора ритма времени. 9Где шимпанзе? 1Я поднял голову. 9- Они лакают мазельское! – завопил я. 9- Они же упьются! 1Джереми, который что-то налаживал в своем приборе, резко выпрямился. 6Шимпанзе жадно пили из бутылки. 9Покончив с лимонадом, они, вероятно, слезли с дерева и, воспользовавшись тем, что, 0что мы отошли, схватили бутылки с вином и теперь в дикой спешке делали огромные глотки, давясь, захлебываясь и мычать 8наслаждение. 9- Этого еще не хватало! – заорал Джереми. 5- Они сорвут эксперимент. 9Надо отобрать у них вино, Лусиус. 9Мы кинулись к шимпанзе. 9Увидев это, король, дама и Джокер пустились наутек, отталкиваясь от земли не только задними, но и передними конечностями. 9Они подбежали к велосипедам, лихо вскочили на сиденья и помчались. 9Эти велосипеды можно было без труда запустить, остановить, вырылись одной рукой или ногой. 9Король ехал впереди. 1Он захватил руль пальцами ног, машина зажужжала и устремилась прямо на нас. 9За ним с воплями мчалась дама. 9Джокер успел даже прихватить свой барабан. 2Закинув на руль задние конечности, колотя кулаком по барабану, он бросился вдогонку за родителями. 9- Спасайся, Лусиус! – успел выкрикнуть Джереми. 9Он отпрыгнул в одну сторону, я – в другую. 9Король и дама молниеносно проскочили мимо, а за ними, на такой же скорости, бешено молотя по барабану, 9с воинственным кличем промелькнул Джокер. 9Падая, Джереми Джупитер ободрал себе лицо, я ударился о ствол дуба. 5Тем временем шимпанзе обогнули дерево и снова ринулись на нас. 9- Берегись! – заорал я. 9Джереми успел только шатаясь подняться на ноги, я высоко подпрыгнул, а король, дама и Джокер… 9Теперь уже выстроившись в ряд, прогрохотали подо мной. 4Мне удалось схватиться за нижние ветки дуба, на другой ветке рядом качался Джереми. 5- Порвались ты вместе со своими открытиями! – рявкнул я. 9Но он, не обращая внимания на мои слова, с озабоченным видом всматривался в свой прибор. 9- Видишь ли, Лусиус, – наконец, проговорил он, – резонатор ритма времени, по-моему, включился. 1Я глянул в ту сторону. 2Трубки впрямь светились. 9- Ну и что? – спросил я. 9- Ничего же не происходит. 9- Ну, это как сказать. 9Надо бы его отключить. 9Там не все в порядке с вращающимся барабаном, я как раз собирался его отладить. 7Он спрыгнул на землю и направился к резонатору, я пошел за ним. 5И тут пьяные шимпанзи в третий раз треском, геканьем и визгом полетели на нас. 9Джокер по-прежнему изо всех сил дуба сел по барабану. 9- Берегись! – завопил я и прыгнул вверх. 9Я снова оказался на ветвях дуба, а обернувшись, увидел рядом с собой Джереми. 8- Провались ты вместе со своими открытиями! – злобно рявкнул я. 9Но он не обратил внимания на мои слова, с озабоченным видом всматриваясь в свой прибор. 5- Видишь ли, Лусиус, – проговорил он, – резонатор ритма времени, по-моему, включился. 9Я глянул в ту сторону. 3Трубки впрямь светились. 9- Ну и что? – спросил я. 4- Ничего же не происходит. 9- Ну, это как сказать. 1Надо бы его отключить. 1Там не все в порядке с вращающимся барабаном, я как раз собирался его отладить. 8Он спрыгнул на землю и направился к резонатору, а я пошел за ним. 5И в этот самый момент обезьяны снова завернули за дерево на своих велосипедиках и с ревом выскочили на нас. 9Внезапно я вспомнил, что все это уже было, что мы все это уже проделали минуту назад… 5Я, конечно, опять взлетел на дерево, внизу молнией промелькнули шимпанзе, а Джереми уцепился за соседнюю ветку. 9И тут до меня дошло. 5Машина у Джереми заела, как проигрыватель с заезженной пластинкой. 0Настоящее не уступало места прошлому, настоящее повторялось снова и снова. 9Меня охватил дикий ужас. 9Неужели мы обречены прыгать на ветви дуба, а пьяные шимпанзе будут снова и снова пытаться задавить нас, пока не… пока не… 1У меня голова шла кругом. 9- Провались ты вместе со своими открытиями! 7- завопил я. 9Джереми ничего не ответил. 9Он всматривался в свою машину. 9И только после того, как все это разыгралось раз десять, скорее всего, десять, хотя у меня осталось впечатление, 9что мы прыгали на дерево из дерева много дней подряд. 9Король, дама и Джокер, завернув за дерево, вдруг резко притормозили. 9Они спрыгнули на землю и стали кружиться и кувыркаться, словно в ожидании аплодисментов. 9Джереми подбежал к своей машине и щелкнул выключателем. 9Потом отер потся лба. 9- О боже, – негромко проговорил он. 9- Барабан застрял в определенном положении и… 9И время повторяется! 9- хрипло выкрикнул я. 8- Нас заклинило во времени! 9Ничего себе приключенницы! 9Если бы машина не остановилась, нам пришлось бы спасаться от пьяных шимпанзей на велосипедах до скончания века. 9- Любой прибор может вначале дать осечку, – назидательно сказал Джереми, но мне было ясно, что ему тоже не по себе. 5По его розовому личику струился пот. 8- Ну ладно, – отрывисто бросил он, – теперь все закреплено. 5Остается развернуть резонатор, нацелить его на холмы, и можно начинать. 9Он передвинул свой ящик, что-то там еще подкрутил и повернулся к шимпанзе. 9Протрезвевшие и притихшие, они с виноватым видом валялись рядом со своими велосипедами. 9Джереми похлопал их по плечу и усадил на сиденье, после чего закрепил барабаны на руле короля и дамы, 6нашел и закрепил барабан Джокера и выстроил всю троицу в ряд лицом к холмам. 0Потом сбегал к фургону, принес три тома британской энциклопедии и раздал обезьянам. 9Те сразу повеселели. 9- Сейчас с ними все в порядке, – сказал Джереми. 5- Все атрибуты их представлений при них, и они успокоились. 9А как детишки. 5Все нормально. 9Они больше не потеряют голову. 9Вот увидишь. 1Он протянул руку по направлению к прицепам. 9Тут я сообразил, что блестящие предметы в них ничто иное, как платиновая капсула времени. 9- Апельсины, – настойчиво проговорил Джереми, обращаясь к обезьянам. 8- Апельсины, – повторил он и сделал такое движение, словно швырял апельсины. 8- Сейчас я создам помехи в ритме времени, – продолжал он, – и настоящее на этих холмах будет заведено к прошлому в 8миллиону лет назад. 9Обезьяны въедут в этот участок прошлого конечно, если бы ты не заупрямился, Лусиус, 9не пришлось бы прибегать к таким сложностям, – и начнут кружить и разбрасывать капсулу времени по всему участку. 9По крайней мере одна из них должна погрузиться в почву, потом она покроется более поздними наслоениями и пролежит там до наших 9дней, пока ее не откопают археологи. 9Через какое-то время я свистну, и обезьяны вернутся к нам, в настоящее, а я выключу резонатор. 9Со временем капсулы будут обнаружены. 8Вот тогда-то я и объясню, как все произошло, и уж тогда никто больше не посмеет усомниться в вероятности эффекта ритма 9времени. 0Итак… 9Он щелкнул каким-то выключателем на своем приборе. 9На сей раз никакой ошибки не произошло. 9Мгновенно пространство над холмами заволокло туманом. 9Туман начал сгущаться, но Джереми покрутил что-то на диске, и туман превратился в легкую светящуюся дымку. 1Лжайка преображалась буквально на глазах. 2Из земли полезли широкие папоротниковые листья, над ними распростерли свои длинные шупальца какие-то гигантские мхи. 9Ближе к нам пролегла песчаная прибрежная полоса, усеянная диковинными раковинами. 0Мне казалось, что я всматриваюсь в театральную декорацию сквозь тонкий полупрозрачный занавес. 9Джереми Джупитер шумно перевел дух. 9- Лусиус, – обратился он ко мне, – наступил торжественный момент. 9Вот мы стоим здесь сегодня, а там перед нами – день вчерашний. 9Король, дама, Джокер, вперед! 9Обезьяны бесстрашно покатили по направлению к мерцающей дымке прошлого, воскрешаемого резонатором Джереми Джупитера. 9Одна нога крутит педали, одна рука бьет в барабан, в другой руке открытая перед глазами книга, 9в таком виде они устремились в далекое прошлое далеких предков. 9Джереми зачарованно провожал их глазами. 0Но я тронул его за плечо и заставил оглянуться. 9- Посмотри туда, – сказал я ему. 8- Там день завтрашний. 1Джереми Джупитер обернулся, и глаза его чуть не вылезли из орбит. 9Позади нас, на таком же расстоянии, затянутое легкой дымкой, возникало еще одно пространство. 9Оно было из стекла и хрусталя. 5Водаль уходила широкая улица, по обе стороны которой выстроились дома с плоскими крышами. 8Стены домов сверкали на солнце, как драгоценные камни, а над крышами зданий скользили какие-то воздухоплавательные аппараты. 9- О господи, – только и мог вымолвить Джереми. 8- Мой резонатор создает дополнительный эффект, обертон. 9Я… я… 9Позади нас послышался дикий вопль. 7Мы разом обернулись. 9За несколько секунд до этого шимпанзи разъезжали по жестким пескам протирозуйской эры, колотя в свои барабаны. 0Внезапно из-за деревьев показалась гигантская голова с оскаленной пастью и горящими красными глазами. 0Затем какая-то темная тень спикировала вниз, и король, дама и Джокер мгновенно развернулись и кинулись назад. 9Они побросали книги, они побросали барабаны. 9Они побросали все, за исключением капсул времени, и с громким визгом, извиваясь от ужаса, бросились к нам. 9Голова бронтозавра исчезла, птеродактиль, который спикировал на них, взмахнул гигантскими перепончатыми крыльями, 9взмыл в небо и исчез из виду. 9Джереми кричал что-то, но обезьяны не обращали на него внимания. 8Они хотели назад, в уютное, безопасное настоящее. 0Вращая глазами, стуча зубами, они неслись на нас. 9Я в ужасе отпрыгнул в сторону. 9- Спасайся, Джереми. 0- Выкрикнул я. 5- Они нас задавят. 3Они взбесились со страху. 5Джереми едва успел отскочить. 9Шимпанзи в мгновенье око миновали место, где мы только что стояли, и, не замедляя скорости, устремилась дальше, туда, 9где возникло незваное будущее. 9- Боже правый! 5- в отчаянии взмолился Джереми. 0- Этого нельзя допустить. 9Он вскочил на ноги и кинулся к прибору. 9Но король, дама и Джокер, не переставая выйти яростно нажимая на педали, уже почти достигли границы другого, 9окутанного легкой дымкой пространства. 1Прямо перед ними вдаль, к самому центру серебристо-хрустального города будущего, уходила просторная спокойная улица. 9И тут Джокер, дрессированная обезьянка, привычным движением сунул руку в прицеп своего велосипеда, 9выхватил капсулу времени и метнул ее высоко в небо. 9Джереми бросился к резонатору, споткнулся о шнур заземления, налетел на прибор и с грохотом свалил его на землю. 9Серебристый город, в который только что сломя голову влетели король, дама и Джокер, исчез. 9А вместе с ним и обезьяны. 9Кругом простирался безмятежный зеленый пейзаж штата Нью-Джерси, и ничего больше. 9Я помог Джереми подняться. 9От резонатора осталась только беспорядочная груда сломанных трубок и оборванных проводов. 9Я откупорил последнюю бутылку Мозельского, и Джереми постепенно пришел в себя. 9Он молча пил вино, погруженное в раздумья. 9Потом вытер губы и сказал, нет ничего удивительного в том, что мой резонатор выдал дополнительный эффект. 9Именно этого и следовало ждать от любого резонирующего объекта, от флейта до радиоприемника. 9Дело в том, Лусиус, что Обертон, вместо того чтобы ввести помехи в ритм времени, усилил его. 9Он выпрямился, слегка отряхнул свой костюм, потом подхватил корзину из-под припасов и отнес в машину. 9Пойми наконец, Лусиус, что два различных колебания не обязательно должны взаимно уничтожиться при столкновении. 9Две световые волны могут наложиться и вызвать более яркий свет. 9Две звуковые волны могут наложиться и вызвать более громкий звук. 9Очевидно, Обертон от моего резонатора усилил ритм времени, превратив настоящее в будущее. 9Будущее, которое мы наблюдали, было на таком же расстоянии от нас, что и созданное мною прошлое. 9Я бы так сказал, и то и другое отстояло от нас примерно на миллион лет вперед и соответственно назад. 9Джереми уже одной ногой стоял в машине, как откуда ни возьмись возник какой-то блестящий предмет и шлепнулся ему на ногу. 9Пзвыв от боли, он схватился за ступню. 9Я наклонился и поднял упавшую штуковину. 9Это была одна из капсул времени Джереми Джупитера. 3Точнее, именно та, которую Джокер запустил в воздух, когда въезжал в будущее. 9Только теперь этот момент наступил и для нас. 9Мы возвращались в Нью-Йорк. 9Джереми с каменным лицом вел машину. 4Спускался теплый летний вечер. 9Когда мы проезжали по мосту через Гудзон, Джереми выбросил свою капсулу времени в реку. 9Время от времени он кидал на меня косые взгляды. 9- Хоть умри, а пойму, почему ты так веселишься, – буркнул он, притормозив у моего дома. 9- А я представил себе, как король, дама и Джокер несутся сейчас по улицам Нью-Йорка будущего на своих велосипедах и 6швыряют капсулу времени в изумленных жителей, – ответил я. 5- Странное у них создастся представление о предках из двадцатого столетия. 9И знаешь что, Джереми? 9- Ну что? – нехотя выдавил он у себя. 9- У шимпанзи на шее висели серебряные кружочки с инициалами, – сказал я. 9- А у Джокера инициалы такие же, как у тебя, дж? 9Дж? 9И они, конечно же, решат, что это, ты, Джереми Джупитер, и что король и дама, твои родители. 9Я так полагаю, они поместят фотографию Джокера в свои учебники истории и подпишут под ней твое имя… 9А может, ты соорудишь другой резонатор? 9Джереми с силой нажал на акселератор. 9- Нет, – отрывисто бросил он. 1- У меня есть дело поважнее. 1И он укатил прочь. 5Впервые в жизни мне представилась возможность посмеяться над ним, и я получал от этого огромное удовольствие. 1Я со смехом вошел в дом, все еще смеясь, принял ванну и переоделся, собираясь на обед с редактором, 0которому хотелось получить от меня рассказ, с тем чтобы возвратиться в Чикова ранним самолетом в понедельник. 9И я перестал смеяться только тогда, когда добрался до центра и узнал, что уже вечер вторника… 9Роберт Артур. 9Колокольчик из розового хрусталя. 9- Все те же пыльные склянки, – корень женьшени, – тигровый уз, те же бронзовые будды, 9те же безделушки из нежного нефрита. 4Переступив порог крохотной лавочки Сомки на улице Мот, Эдит Вильямс замерла в восхищении. 9- Марк, – шепнула она, – словно не было этих двадцати лет. 9Как будто с нашего медового месяца здесь не продано ни одной вещички. 9- Вот именно, – отозвался доктор Марк Вильямс, протискиваясь за женой по узкому проходу меж прилавков. 9- Не знаю я, что Сомки умер, – решил бы, что мы перенеслись на два десятка лет назад. 1Как в тех фантастических сказках, которыми зачитывается наш Дэвид. 9- Надо что-нибудь купить, обязательно, – сказала Эдит. 8- Мне в подарок на двадцатилетие свадьбы. 7Может, колокольчик? 9Откуда-то из глубин магазина возник молодой человек. 9Восточные черты, узкий разрез глаз, и безукоризненный американский костюм. 9- Добрый вечер. 8Чем могу быть полезен? 9Что вам показать? 9- Наверное, колокольчик, – усмехнулся доктор Вильямс. 9- Но мы еще не решили. 2А вы – сын Сомки? 6- Сомки-младший. 9Мой почтенный отец пять лет тому назад отправился навестить усадьбу предков. 9Я мог бы просто сказать, что он умер, – черные раскосые глаза стали еще уже… 5Но наши покупатели предпочитают более витиеватые выражения. 8Им кажется, что все это необычайно изысканно. 2- А по-моему, вовсе не изысканно, просто очень мило, – возразила Эдит. 5- Нам искренне жаль, что вашего отца больше нет. 6Мы так надеялись снова его увидеть… 5Знаете, двадцать лет назад, в наш медовый месяц, 0Когда у нас не было и гроша за душой, он продал нам дивное жерелье из розового хрусталя, всего за полцены. 9- И уверяю вас, в накладе не остался. 6- Снова и хитрые черные щелчки вместо глаз. 0- Ну а если вы хотите колокольчик, сколько угодно, и маленькие, хромовые, и обеденные, и для верблюдов, и… 0Но Эдит Вильямс уже не слушала его. 9Ее ладонь скользнула к чему-то в глубине полки. 4- Хрустальный колокольчик! 9- Воскликнула она. 0- Но не чудо ли? 9Розовый хрусталь, свадебный подарок, и на двадцатилетнюю годовщину, тоже. 0Молодой человек предостерегающе поднял руку. 9- Вряд ли это то, что вам нужно. 9Он разбит. 0- Разбит? 0- Эдит осторожно стерла пыль и подняла колокольчик к свету. 0Изящный, безукоризненной формы грушевидный предмет покоился у нее на ладони. 0- Но по-моему, он абсолютно оттял. 1Он, самосовершенство. 9- Я не то имел в виду, – поспешно произнес Сомки, который уже ничем не напоминал американца. 1- Он без язычка. 1Он не будет звонить. 9Марк Веремс взял у Жены колокольчик, 1- И правда, язычка нет. 9- Мы сделаем другой. 9Если, конечно, не найдется настоящий? 9- Она вопросительно взглянула на Сомки. 9Китаец покачал головой. 1- Мой отец нарочно его убрал. 9- Он помолчал в нерешительности и добавил, – отец боялся этого колокольчика. 2- Боялся? 0Брови Марка Вильямса поползли вверх. 9Молодой человек снова замялся. 9- Возможно, это прозвучит как байка для туристов, – наконец выговорил он. 8- Но отец в нее верил. 1Он верил, что этот колокольчик был выкраден из храм одной буддистской секты, где-то в горах центрального Китая. 5И как многие на Западе верят, 0что глаз трубы Святого Петра возвестит о Судном Дне, так и члены этой маленькой секты убеждены, 9что когда зазвенит колокольчик вроде этого, выточенный из цельного куска хрусталя и освещенный обрядом, который длится десять лет, 9то всякий покойник, находящийся в пределах этого звука, восстанет из мертвых. 9- Божественно! 9- Восхитилась и дит Вильямс. 2- Марк, только подумай, какие чудеса ты начнешь творить, когда он у нас зазвенит. 9- Она с улыбкой обернулась к китайцу, – я просто его дразню. 1Мой муж на самом деле замечательный хирург. 1- Я должен предупредить вас, – сказал Сом Ки. 5- Колокольчик не будет звенеть. 1Только его собственный язычок, выточенный из того же куска хрусталя, сможет заставить его звучать. 0Потому-то отец и разделил их. 9И… я рассказал вам лишь половину истории, – продолжил он, поколебавшись. 0- Отец еще говорил, что хотя Колокольчик и побеждает смерть, смерть все же неодолима. 1И когда у нее вырывают одну из жертв, она тут же заменяет ее другой. 3Поэтому, когда в храме Колокольчик использовался по назначению, то есть когда умирал Верховный Жрец либо Вождь, 0то всегда был наготове слуга или раб. 0Он погибал в тот же момент, как только смерть разжимала объятия и отпускала своего высокопоставленного избранника. 0С Сом Ки слегка склонил голову на бок и улыбнулся, 0- Ну вот и все. 0Забавная сказка? 0А Колокольчик, если вы не передумали, стоит десять долларов. 0Плюс, разумеется, налог с продажи. 0- Всего? 0Да одна ваша история стоит больше! – воскликнулся. 3- Повторяю. 6- Только лучше будет, если вы вышлете его почтой. 9В чемодане он может разбиться, правда, Эдит? 0- Что? 9Почтой? 0- Вопрос мужа вывел Эдит из задумчивости. 9- Да, конечно. 5А что до звона, у меня он зазвенит. 9Это уж точно. 9- Если в его рассказе есть хоть крупица правды, – пробормотал Марк Вильямс, – то лучше не надо… 5Субботним утром, просматривая последние медицинские статьи в своем заваленном книгами кабинете, 9Марк Вильямс услышал шорох бумаги в прихожей, Эдит разворачивала посылку. 9Она вошла, неся в ладонях колокольчик из розового хрусталя. 9- Вот и он, Марк. 9Ну-ка, заставь его звучать. 9Марк Вильямс взял колокольчик и потянулся за серебряным карандашом. 9- Из чистого любопытства, – сказал он, – а вовсе не потому, что я верю в трогательные сказки для легковерных покупателей, 0ну-ка посмотрим, что из этого выйдет. 9Думаю, он зазвенит, как миленький. 9Марк легонько постучал карандашом по выступу. 9Лишь глухое, дзынь, было ему ответом. 7Устроившись в кресле, Эдит спокойно наблюдала, как муж пытался оживить колокольчик с помощью монеты, ножа для бумаги, 2стеклянного фужера… 9Результаты даже отдаленно не напоминали звон хрусталя. 9- Если ты закончил, Марк, – произнесла она наконец с истинно женским терпением, – то дай я покажу тебе, как это делается. 9- С удовольствием. 9Эдит на мгновенье вышла с колокольчиком из комнаты, вернувшись, энергично встряхнула его. 9Комнату наполнил чистейший хрустальный звон, такой тонкий и бесплотный, что у Марка поползли мурашки по спине. 9- Боже праведный! – воскликнул он. 9- Как ты это сделала? – привязала язычок ниткой, только и всего. 9- Язычок? 9- Он хлопнул себя ладонью по лбу. 3- Подожди, не говори, я сам… то хрустальное ожерелье, что мы купили двадцать лет назад. 9- Ну конечно, – спокойно подтвердила Эдит. 1- Как только молодой Сомки сказал, что его отец нарочно отделил язычок, я тотчас вспомнила, 0что центральная подвеска ожерелья выглядит в точности, как язык колокола, помнишь, мы однажды это заметили? 0Я сразу догадалась, но не сказала. 9Я хотел разыграть тебя, Марк, – она нежно улыбнулась, – и потом, ты знаешь, у меня было странное чувство, если этот юноша узнает, 6что язычок у нас, он не продаст нам колокольчик. 9- Пожалуй, – Марк Веремс принялся набивать трубку. 9- Впрочем, вряд ли он верит в эту сказку больше, чем мы. 1- Он… нет, но отец-то его верил. 9И если бы старик Сомки сам рассказал нам эту историю, помнишь, каким древним мудрецом он выглядел? 1- Боюсь, что и мы бы поверили. 2- Наверное, ты права. 1- Доктор Веремс снова легонько встряхнул колокольчик. 9Тонкий, нежный звон несколько мгновений висел в воздухе, затем растаял. 1- Видишь? 0Ничего не происходит. 0Неужто поблизости нет покойников? 9- Меня что-то не тянет шутить на эту тему. 0- На лбу Эдит возникла озабоченная складка. 0- Я сперва хотела, чтобы это был обеденный колокольчик, и рассказывать эту историю гостям. 9Но теперь… 0Нахмурившись, Эдит не сводила тревожного взгляда с колокольчика, пока телефонный звонок не вернул ее в реальность. 9- Сиди, я отвечу. 0- Она поспешила из комнаты. 9Доктор Веремс задумчиво вертел в руках колокольчик. 9Услышав напряженный голос жены, он встал, но Эдит уже входила в комнату. 9- Срочная операция, – вздохнула она. 0- Автокатастрофа. 0Милый юноша, почти ребенок. 9Доктор Амус говорит, трещина в черепе. 0Он сказал, что не хотел беспокоить тебя, но хирург Хендрикс уехал в отпуск, и ты теперь единственный нейрохирург в городе… 9- Знаю. 0- Марк Веремс уже надевал шляпу в прихожей. 0- Ну что, – невесело пошутил он, – тело мастера боится. 9- Я поведу машину, – сказала Эдит. 8- У тебя будут лишние десять минут, чтобы расслабиться. 0Доктор Марк Веремс устало стянул хирургические перчатки. 0Чувство горечи не покидало его. 9Ему и прежде доводилось терять пациентов, и всегда он ощущал это как личное поражение. 9Эдит говорила, что в каждую операцию он вкладывал слишком много себя. 9Возможно. 2И все же… 9Ведь не было причины этому парню умирать. 4Да, трещина, но в начале операции его состояние было абсолютно нормальным. 9И вдруг, где-то в середине, прерывистое дыхание, нитевидный пульс… 0Марк делал уже последние стежки, когда сердце остановилось. 8Но почему? 0Жизнь соткана из неудач и нелепых случайностей. 9Взять хотя бы парня, которого он оперировал прошлой ночью. 9Уж он-то был в куда худшей форме, чем этот, а падеж ты, выкарабкался. 9Лежит теперь в девятой палате, набирался сил. 9Даст бог, проживет еще с полсотни лет… 0Доктор Амас, молодой анестезиолог, похлопал Марка по плечу. 2- Не думай об этом. 0Сам Господь не смог бы сделать большего. 9Жизнь просто не хотела этого парня, вот и все. 0- Спасибо, Джон. 9- Марк старался говорить бодро. 0- Да, иногда так бывает. 9Но мне нужно, чтобы было вскрытие. 0Хочу наверняка убедиться… 9- Конечно. 8Я распоряжусь. 9Ты выглядишь усталым, Марк. 9Иди-ка домой. 0Давай я помогу тебе одеться. 9Застегивая пиджак, Марк Веремс вдруг нащупал в кармане предмет странной формы. 2- Что это? 0- Спросил он в растерянности, и вынул колокольчик из розового хрусталя. 0Он должно быть машинально сунул его в карман, пока жена говорила по телефону. 9- Колокольчик! 9Вряд ли Эдит скажет мне спасибо за то, что я его утащил. 9Внезапно колокольчик выскользнул из его усталых дрожащих пальцев. 9С криком, ловя! 0Доктор Амас подхватил его в нескольких дюймах от пола, нежный прозрачный звон поплыл по комнате. 9- Еще бы чуть-чуть, и все, – сказал молодой врач, любуясь изящной хрупкой вещицей. 1- Прелесть какая! 9Что это? 9- Китайский обеденный колокольчик, – ответил Марк Вильямс. 9- Я бы… 9- Он не договорил, услышав взволнованные крики сестры Виз. 2- Доктор! 9Доктор Вильямс! 1Пациент начал дышать. 1Есть пульс! 1Скорее! 9- Что? 0- Марк бросился в операционную. 0Сестра не ошиблась. 0Дыхание выравнивалось. 0Удары сердца с каждой секундой набирали силу. 9- Господи! 0- Только и выдохнул доктор Амас. 0- Немыслимо! 0Возвращение с того света! 9Марк, ты когда-нибудь слышал о таком? 9Ну, уж теперь-то мы его не отпустим! 2- Жизнь пациента уже наверняка была вне опасности, когда в операционную влетела сестра Магригор. 0- Простите, что беспокою вас, доктор Вильямс, – тревожной скороговоркой выпалила она, – 0- Вы не подойдете сейчас в палату номер девять! 0Все было прекрасно, и вдруг пять минут назад, внезапный рецидив. 0Я оставила с ним сестру Джонсон и побежала за вами, но боюсь, что уже поздно… 0К счастью, по пути домой не было большого движения, Марк то и дело оказывался слева от осевой линии. 9- Но почему, почему он умер, Эдит? 0Почему? 0Кстати, вот твой колокольчик, положи-ка его в сумку… 9Все ведь было спокойно. 9Мы думали, что потеряли человека, и спасли его, а того, кого считали спасенным, потеряли… 9Так бывает, дорогой. 8Ты же знаешь. 8Врач может сделать от сих до сих, остальное в руках природы. 9И она время от времени выкидывает всякие штуки… 0- Да, черт побери, я знаю! – огрызнулся Марк. 9- Но я не могу смириться с тем, что он умер. 9Но не было для этого видимой причины. 4Разве что я просмотрел какое-то осложнение, – он упрямо мотнул головой. 9- Я распорядился о вскрытии, но… лучше я сам. 9Сам проведу вскрытие. 9Сейчас же! 5Я должен понять. 9Он резко вывернул руль влево. 9Эдит услышала рев автомобильного гудка и отчаянный скрежет тормозов. 9Она успела подумать, что кто-то, едущий следом за ними, собрался идти на обгон. 9Затем… глухой удар. 1Она ударилась лбом и ветровое стекло и потеряла сознание. 9Открыв глаза, Эдит увидела навешуя над ней фигуру полицейского. 9Голова раскалывалась от боли, но путаницы в мыслях не было. 9Эдит сразу вспомнила столкновение, поняла, что несколько минут пролежала на земле в беспамятстве и что помощь подоспела 8вольтемя. 9- Спокойней, спокойней, леди! 9- запротестовала полицейский, видя, что она пытается сесть. 9- Вы сильно ушиблись. 8Лежите и не двигайтесь, – скорая, будет здесь через пять минут. 9Эдит словно не слышала его. 9- Марк, – выговорила она. 9- Мой муж. 6Что с ним? 9- Пожалуйста, леди, не волнуйтесь. 2О нем позаботиться. 9Лежите, ведь вы… 9Не обращая внимания на слова полицейского, Эдит вцепилась в его руку, приподнялась и села. 9В нескольких ярдах стояла их машина, другие автомобили, что остановились из-за аварии, у обочины собирался народ. 9Эдит смотрела на все это, и не видела. 9Блуждающий взгляд ее, наконец, остановился на том, что искал. 9Марк! 1Лежит неподалеку от нее. 9Под головой, свернутый пиджак. 9Эдит Вильямс была женой врача двадцать лет, а до этого работала медсестрой. 9Она безошибочно и с первого взгляда распознавала смерть. 9- Марк, – прошептала она. 9Полицейский принял это за вопрос. 9- Да, Лиди, – сказал он. 8Он погиб. 1Буквально две-три минуты назад, когда я подъехал, он еще дышал. 1Эдит встала на колени и, превозмогая боль, поползла, думая только о том, чтобы добраться до Марка… 9Она нашла то место, где должен быть пульс. 9Пульса не было. 1Ничего не было. 9Только тот, кто несколько минут назад еще жил. 1За спиной Эдит услышала шум и оглянулась. 9Здоровенный и всклокоченный человек громко втолковывал полицейскому… 9- Послушайте, командир, вы же видите, что я не виноват. 1Он вывернул влево у меня перед носом, что я мог сделать? 9Вон какая у него вмятина в боку! 9Как только мы все трое не встретились в раю! 9Слезы, до этого мгновения комом стоявшие в горле, хлынули ручьем. 9Не снимая руки Марка со своего колена, Эдит попыталась отыскать в сумочке платок. 9Пальцы ее наткнулись на что-то твердое и прохладное, рука дрогнула, послышался легкий, воздушно-хрустальный звон. 7Ладонь Марка слегка сжала ее колено. 9Эдит перехватила дыхание. 9Не вей своему счастью, она наклонилась к мужу, и встретилась с ним взглядом. 9- Марк! 9Марк, любимый… 9- Эдит, – с усилием выговорил Марк. 8- Прости меня, прости. 5Я виноват, моя беспечность. 3Задумался и о работе… 9- Марк, ты жив? – сказала она. 9- Жив. 0Только ради бога, не шевелись. 9Сейчас приедет, скорая. 0Скорая… зачем? 0Я в полном порядке. 9Помоги мне встать… 1- Но, Марк… 1- Ничего страшного, слегка ударился головой, – он попытался сесть. 9Полицейский подбежал к ним. 9- Полегче, парень. 8Ты уже был на том свете, смотри, не отправься туда снова. 2- Приятель, как я рад, что ты жив! – скороговоркой рассыпался взъерошенный краснолицый здоровяк. 9- А то, хоть я и не виноват, все равно приуныл. 9Но сам по-суде, как я мог в тебя не врезаться, когда… 0- Держите его! – закричал Марк, но было поздно. 9Здоровяк покачнулся, рухнул на мостовую и замер. 9Часы в прихожей гулко пробили два раза. 9Эдит Веримс осторожно приподнялась на локте и посмотрела на мужа. 9Глаза его открылись. 9- Не спишь, Марк? – сделанная беспечностью спросила она. 9- Всего несколько минут, как проснулся. 9Лежал и думал. 9- Я дам тебе еще одну таблетку снотворного. 9Доктор Амос сказал, что ты должен хорошо выспаться. 9- Выпью чуть позже… 9Ты знаешь, бой часов мне кое-что напомнил. 9- Что? 9- Сегодня днем, после аварии, когда я лежал без сознания, у меня было странное чувство, как раз перед тем, 9как перейти в себя, я слышал колокольный звон. 1Колокол звучал так громко, что я открыл глаза, чтобы посмотреть на него. 2- Колокол? 9- Да. 1Слуховая галлюцинация. 1- Но, Марк… 9- Что? 9- Колокол, он действительно звонил. 2То есть розовый колокольчик. 9Он звякнул у меня в сумке. 9Ты думаешь… 9- Конечно, нет, – поспешно возразил он, но в голосе не было уверенности. 9- Я слышал оглушительный звон, похожий на удар огромного гонга. 0- Но, Марк, дело в том, что, как тебе сказать, перед тем, как ты очнулся, у тебя не было пульса. 9- Не было пульса? 0- И дыхание. 9Потом случайно зазвенел колокольчик, и ты… 9- Чушь! 9Я знаю, о чем ты думаешь, и поверь мне, это полная чушь. 0- Марк… а водитель той, другой машины? – осторожно напомнил Эдит. 9- Не успел ты прийти в чувство, как он… 9- У него трещина в черепе! – резко перебил Марк. 9- Врач, скорой, поставил диагноз. 9Эти трещины очень коварны, порой они не сразу себя обнаруживают, а потом, раз, и нет человека. 9И не будем больше об этом. 9- Хорошо… 1Часы пробили четверть третьего. 9- Теперь дать снотворное? 9- Да, то есть нет. 9А Дэвид дома? 1Эдит замешкалась с ответом. 9- Он… он еще не пришел. 9- А он звонил. 9Знает ведь, что мы ждем его домой не позже полуночи. 9- Нет, не звонил. 7Но у них в школе вечеринка… 9- Это не причина. 9Кстати, он взял старую машину? 9- Да. 8Ты же сам дал ему утром ключи, помнишь? 9- Тем более… 9Марк умолк на несколько секунд, затем проворчал, – парню всего семнадцать, и в третьем часу ночи его еще нет дома. 9- Я поговорю с ним. 9Он больше не будет так делать. 9А сейчас, пожалуйста, Марк, прими снотворное. 7А я дождусь Дэвидой… 4Внезапно телефонный звонок показался нестерпимо пронзительным. 9- Алло? 9- Поднял трубку Марк. 9Не слыша голоса на другом конце провода, Эдит почувствовала, как муж напрягся и застыл, и поняла. 9Безошибочным материнским инстинктом она почуяла беду. 9- Да. 9Да, я понял. 9Да, понимаю. 6Сейчас приеду. 9Спасибо,… 1Марк встал с постели. 9- Срочный вызов, – спокойно произнес он, одеваясь. 9- Я ухожу. 9- Это Дэвид, да? 9- Эдит рывком поднялась и села. 8- Не скрывать меня. 9Я знаю, это Дэвид. 9- Да, – ответил Марк устало. 9Казалось, он изможден до крайности. 9- Он ранен. 1Он попал в аварию. 9Я еду к нему. 9- Он мертв, – твердо проговорила Эдит. 9- Он умер, так ведь, Марк? 9Марк сел на постели и крепко обнял жену. 5- Эдит, – сказал он. 9- Эдит… 9Да. 9Он погиб. 6Сорок минут назад. 9Не справился с управлением на повороте, и машина перевернулась. 9Он в центральном морге. 9Меня вызывают на опознание. 9Опознание, Эдит. 9Машина горела… 9- Я еду с тобой, – сказала она. 9- Я еду с тобой. 1Длинное, приземистое здание центрального морга стояло ниже дороги, к нему вел ряд бетонных ступеней. 1Марк Веремс спустился по ним десять минут назад. 9Теперь он возвращался, неуверенно переставляя ноги, шаткой старческой походкой. 9Эдит следила за ним из такси, замерев и подавшись вперед на край сиденья. 9Как только Марк добрался до верхней ступени, она выскочила наружу. 1- Марк… 3- Да, это наш сын, – голос его звучал глухо, монотонно. 8- Я покончил с формальностями. 1Едем домой. 9Это единственное, что мы можем сейчас сделать. 1- Я пойду к нему. 1- Эдит рванулась прочь. 9Марк схватил ее за запястье. 9Таксист тактично притворился спящим. 9- Нет, Эдит. 9Ты не должна его видеть. 1- Это мой сын! – крикнула она. 1- Пусти! 1- Нет! 4Что там у тебя под плащом? 0- Колокольчик. 8Хрустальный колокольчик. 9Я хочу, чтобы Дэвид услышал его звон. 1- Она резко выбросила вперед руку, сжимающую колокольчик. 0- Он вернул тебя к жизни, Марк. 9Теперь он вернет Дэвида. 1- Эдит, – в ужасе отступил Марк. 9- Ты не можешь в это верить. 1Ты не должна. 9Это просто совпадение. 3Дай его сюда. 9- Нет! 9Дэвид вернется. 9Пусти. 9Она наконец вырвалась. 0Неправдоподобно тонкий, ледяной звон расколол преднутреннюю мглу. 9- Вот! – выдохнула Эдит. 9- Хоть ты и не веришь. 0Я точно знаю. 9Сейчас… 9Дэвид, сынок! – громко позвала она. 4- Ты слышишь меня? 9- Эдит, – простонал Марк. 1- Не терзай себя напрасно. 9Поедем домой. 0- Только вместе с ним. 9Дэвид! 9Дэвид! 9Она снова и снова встряхивала колокольчик, пока Марк не отобрал его. 9- Эдит, боже, отчего я не пошел один… 9- Марк! 9Ты слышишь? 1- Что? 9- Слушай! – настойчиво прошептала она. 9Марк насторожился, и тут же струйки ледяного пота потекли по его спине, снизу, из тьмы, послышался ясный юношеский голос. 8- Мама? 9Отец! 9Где вы? 9- Это Дэвид! 9- задохнулся Эдит. 9- Это он! 9- Нет, нет! 9- В голосе Марка звучал неприоткрытый ужас, ибо из темноты по-прежнему доносилось. 2- Папа, мама! 0Вы там, наверху! 9Подождите, я сейчас! 9- Пусти же меня! 9- зарыдала Эдит. 9- Дэвид, сынок, мы здесь! 9Мы идем! 9- Эдит! 0- Прерывающимся голосом начал Марк. 9- Если ты хоть когда-нибудь любила меня, послушай. 9Тебе нельзя туда! 9Дэвид, я опознал его только по кольцу, какие носят у них в классе. 8Он сгорел, сгорел страшно. 2- Я иду к нему! 9- Эдит бросилась к ступеням, по которым уже поднималась окутанная мраком высокая фигура. 9Марк, похолодев от смертельного ужаса, рванулся ей наперерез, но поскользнулся и ничком упал на тротуар. 9Эдит уже сбегала по ступенькам навстречу темному силуэту. 9- Дэвид, – всхлипывала она… 9Дэвид, мальчик мой… 0- Мама, мамочка, – сын крепко обнял ее. 0- Я так виноват! 9Это ужасно! 9Но я не знал, что случилось, пока не добрался домой и не увидел, что вас нет, а тут позвонил один из наших ребят и все рассказал, 9и я догадался, что произошла ошибка, и вы должны быть здесь, взял такси и помчался, 9но меня высадили у противоположного входа, и я искал вас там, внизу… 9Господи, бедный Пит! 1- Пит? 9- Пит Фридбург! 5Он сидел за рулем нашей старушки. 3Я одолжил ему ключи и права. 9Я не должен был, конечно, но кто мог знать, он ведь старше меня, и он так просил… 9- Так это Пит погиб! 6- Мы дядь перехватило дыхание. 9- Это он… сгорел? 9- Да, он. 7Зачем только я дал ему ключи. 9Он ведь всегда хорошо водил, а тут… 3Ну, а потом они позвонили, и вы с папой решили, что это я, и… 1- Значит, Марк прав. 1Конечно, прав, – Эдит плакала и смеялась одновременно. 1- Это обыкновенный колокольчик, маленький милый колокольчик, и ничего больше… 1- Колокольчик! 1О чем ты, мама? 9- Не обращай внимания, – она утерла слезы. 1- Это обыкновенный колокольчик. 9Он не властен над жизнью и смертью. 1Он не возвращает с того света и не уносит туда. 0Но пойдем к отцу. 1Он ведь может подумать, что колокольчик, что он действительно подействовал. 1Они выбрались наверх. 9Марк Веремс лежал на том же месте, где упал минуту назад. 9Таксист пытался ему помочь, но сделать уже ничего было нельзя. 1Падая, Марк разбил колокольчик. 0Длинный и изящный осколок хрусталя вонзился ему в сердце. 4Перевод с английского.